Уже такая ситуация у человека. Это нормально, что ты целый день в чувствах, а на следующий день грубая атака животного начала? Или я не замечаю чего-то, где кормлю систему? Ну, естественно, это естественный процесс. Когда у человека происходит некий всплеск, особенно духовный, то система что делает в последующем? Активизируется для того, чтобы его, как непослушную лошадку или барашку, загнать в стойло или лошадь в денег наставить, да? Прыжина. Да, банальная прыжина. Чем больше действия, тем больше противодействия. А получается, когда человек духовно становится свободней, ну, получает дополнительные силы, ну, или, скажем, как сейчас вот некоторые ребята, наши друзья, посмотрят передачку, вдохновились очередной раз, подумали о духовном, получили определенную степень свободы. А многие ведь замечали. День, два, три — и атака идёт от системы, и всё плохо, и тому подобное. Почему это происходит? Ну, опять-таки, это система пытается занять опять своё лидирующее положение и сделать Личность подчинённой, чтобы она своим вниманием оплачивала то и столько, сколько пожелает сама система, чтобы человек не стремился к духовному спасению, а оставался, опять-таки, управляемым рабом в определённой иллюзии. Но это происходит лишь тогда, когда человек, опять-таки, ну, или только набирается навыков, или заигрался вот в эти костыли, скажем так. По-другому их не назовёшь. Потому что у человека сегодня есть всплеск, завтра нету всплеска. А, извините, жизнь не может быть сегодня, она есть, завтра нету. Если ты чувствуешь и понимаешь, то живи, просто живи. И какая разница, активизируется система, не активизируется. Всё легко победить. Это же её проблемы тогда уже становятся, а не твои. Всё очень легко. Когда действительно искренне живёшь миром духовным, тогда вот в этой Любви, в этом счастье, ну, тогда система просто не имеет доступа. Она бессильна.